я просматривал разные каналы интересен канал для меня лично Сергея жми на полную и вот он в одном из последних видео если не самое последнее видео рассказывает о том как как надо там отдыхать что имеет значение для отдыха и он там рассказывает в частности о солнечном свете о кислороде это имеет место быть но я должен сказать со своего собственного опыта это не существенно смотрите есть действительно после тренировки организм восстанавливается по нескольким параметрам и при этом но солнечный свет в наличии кислорода играет какую-то роль но не ту это не важны параметры а именно потому что одни и те же спортсмены которые занимаются в одних и тех же условиях где там и кислорода много и солнечного света много имеют совершенно различные результаты оказывается все упирается в несколько вещей вот смотрите человек потренировался надо восстановить просто-напросто те запасы энергии мышечной энергии а именно глюкозы там гликогена которые были израсходованы во время тренировки вывести продукты распада там для этого применяют там массажи чтобы быстрее удалить молочную кислоту применяют парную для того чтобы тоже побыстрее восстановить мышцы именно мышечный аппарат который поработал его легче всего восстановить это значит питание желательно тут питание чтобы помимо того чтобы были белки живые углеводы насыщенно живыми компонентами а именно живыми витаминами лично я которые беру из проросшего зерна они с аптеки и которые сразу же работают свежими соками сразу работают а все остальное так это об этом я и говорить даже не хочу плюс можно использовать и другие вещества биологически активные такие допустим как джиншин такие как пантокрин что я использовал и знаю ну и ряд других естественных вот но это в основном питание и массаж и парна это касается восстановления нашего мышечного аппарата связок снять нагрузку вывести значит все эти шлаки ненужные как бы сказать восстановить мышцу но далее есть нервная энергия нервная энергия ее еще называют там психическая энергия нервная энергия ну можно так сказать нервный импульс это тот который идет по нервному волокну ну это так понятно но вот смотрите что касается так называемая психической энергии там много разных понятий это лично я для себя такую формулировку сделал это возможность организма поддерживать тот или иной темп или мощность работы то есть одно дело вы можете взять 50 килограмм и поднять его на допустим на 20 раз и совсем другое дело если вы 100 килограмм возьмете и попытайтесь поднять его на 20 раз там в жиме лежа в приседаниях то есть мощность работы совершенно иная организм должен дать и естественно если вы не 100 килограмм а 150 200 на 20 раз да это совершенно иное и вот вот эту вот энергию которую организм затратил вот эту психическую энергию которая руководит поддержанием волевого усилия допустим вы подтягиваетесь подтянуть уже 20 раз и еще надо подтягиваться а уже как бы сказать ни желание ни желание ни сил нету но если у вас есть вот этот запас волевой этой вот энергии психически вы еще там раза два три подтянетесь и далее далее вот смотрите примерно дня через два через три вы пытаетесь вы пытаетесь вновь там пожать 100 на 20 раз там или 150 на 20 раз или там больше откуда взять вы чувствуете что вы идете к перетренировке вы не можете вновь поднимать такие веса вы не восстановились по каким параметрам вы не восстановились по белкам жиром и водам нет вы восстановились по качеству мышц вы их расслабили вывели там молочную кислоту да вы их привели в порядок но у вас нету именно той психической энергии вновь выложиться как она восполняется исходя из практики из практики уже так не буду теорию вам говорить тот же юрий белкин говорит у тебя питание принципиально важно при подворке тренировки нет вообще не так как бодибилдинг без соли даже рядом даже вообще сравнивать нельзя питание будет 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 больше не дай мне процессе у нас главное там нас главная тренировка восстановительные процессы а установки на процессе у нас больше спать то есть отдыхать не важно чтобы питание на важен отдых чтобы мы могли восстановиться и вновь так сказать приложиться и для этого мы спим энергия психическая восстанавливается сном и я знаю по сборной ребят которые рассказывали утренняя тренировка мы позанимались пообедали спим в обед далее опять у нас тренировка вечерняя значит ночь спим сон позволяет восстановить вот эту тонкую психическую энергию которая позволяет проявлять волевые усилия что вы начинаете там 100 жать на 20 раз через дня 3-4 вновь на 20 раз вновь на 20 раз ну на 20 раз то есть вы не перетренировать если у вас нету такого чувства чтобы уже не желаете поднимать это железо не желаете жрать вот это вот основное а не то что конечно там но влияет кислорода влияет там аэро и ну он и влияет там и солнечное освещение но при прочих равных условиях это не те параметры еще разок подводим итог со своего собственного опыта я хочу сказать это смотрите восстановление физического тела с помощью питания расходованной энергии чисто мышечной что в мышцах гликоген и люкоза там это восстановление мышц с помощью удаления молочной кислоты восстановление связок вот это тоже требует времени чтобы связки пришли в свое состояние разрушенные разрушенные тренировка мышцы тоже чтобы они восстановились то есть это какое-то время требует но еще большего времени это требует восстановление психической энергии чтобы показать хороший результат словами надо мобилизовать себя взвинтить добавок взвинтить понимать вогнать себя в такое какое-то состояние более можно сказать адреналиновое состояние вот как бы изнутри закипеть видите как у меня все стало тогда можно что-то сделать поднять противном случае ничего не будет кстати об этом и известный атлет силового экстрима халаджи говорит надо вести себя некое такое состояние ну вот я пробую себя ввести в такое состояние и сцепиться с этим весом вперед будь смелее о кроват как правило появляется вот такой вот крик дикий веса как вы видели вес за малым чуть меня не утянул так как он меня подтянул себе вес из этих из этих углов стало поднимать более неудобно нежели бы я сразу поднимал и закончим двумя подходами по пять раз вот с этим весом сбросил нагрузочку сразу же прочувствовались суставы особенно локтевые поэтому такие проходки их называют проходки на максимальные веса ну делать по хорошему желательно раз в два месяца раз в три месяца чтобы был какой-то результат положительный если чаще просто-напросто истощитесь и перетренируйтесь после этих весу после тех весу этот вес показался мне перышком вот что значит произошло восстановление или лучше сказать налаживание нервомышечной связи то есть организм уже подготовился на гораздо больше веса поднимать он уже настроился а вы даете ему обычный тренировочный вес то есть это уже секреты тренировки секреты мастерства как вырабатывать силу как ее наращивать как ее удерживать это в основном сон отвлечение от всего а лучше всего сон либо же если человек не понимает вот сколько он должен восстановиться я вот опять таки Шридера Алексея люблю его там канал посмотреть и что я там встречаю его рекомендация это как правило после какой-то тяжелой тренировки тяжелого подхода так называемого золотого следующий делается подобный подход где-то аж через четыре а то пять дней сегодня я отвечу на важный на мой взгляд вопрос хотя может быть кому-то он покажется незначительным но на мой взгляд он очень важен сколько дней отдыха должно быть между тренировками если атлет натуральный и любитель именно любитель пытается увеличить мышечную массу и силовые показатели сколько дней отдыхать между тренировками такие упражнения которые через определенный момент стажа тренировок натурального атлета требуют перехода с перерыва через один день на через два дня а со временем и через три дня то есть тогда когда именно произойдет восстановление вот этой психической энергии чтобы вы знали понимали что у нас восстанавливается да бывают такие моменты в жизни когда вы испытываете стресс когда у вас внезапно худшее воспитание или когда у вас там суета и вы не высыпаетесь этот момент тоже нужно учитывать в это время если вы правильно определили сигналы из-за чего у вас не выступает наступает полное восстановление вы тоже можете искусственно увеличить количество дней между тренировками интересную вещь я вам скажу вот в жиме лежа Кирилла Саровича я смотрю его друга Бьернца смотрю Бьернца и он спрашивает вот как тебе легче Бьернц пожать вот когда ты делаешь вдох задерживаешь дыхание и потом жмешь он говорит да мне легче вот так пожать вдохнул и даже раза три там четыре я там жму то же самое и Кирилл Сарович вдохнул он раза два три жмет потом делает вдох что здесь происходит важно понимать важно понимать что мы да вроде бы мы тренируем свой мышечно суставной связочный аппарат для нагрузки но сама сила сама сила и вы знаете есть человек вот такой а поднимает больше чем вот такой а в чем разница у этого же мышца больше а у него меньше а разница в том что мощность энергетической системы то есть мощность его пронического тела сколько энергии он там накапливает удерживает и может ее выдать вот интересная вещь и как правило вот как правило мы тренируем вот этот вот механизм и он проявляется особо мы вдыхаем мы вдохнули вот этот вот эту вот энергию броническую энергию которая представляет собой потенциал и мы ее превращаем уже в кинетическую энергию там в жиме лежа в приседаниях в старовой тяге то есть на задержанном дыхании и все делается то есть вот этот вот потенциал который мы вдохнули он расходуется и мы во время тренировок именно учимся его расходовать 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 и с ним работать накапливать и ну будем говорить манипулировать вот в чем заключается цель тренировки особенно скоростно силовых видов спорта это мое мнение мое мнение вы можете конечно там его оспорить но тем не менее понаблюдайте за различными атлетами что они говорят о чем там рассказывают и вы поймете некоторые интересные вещи и для того чтобы вот этот потенциал еще больше взять вот кто там американ Эдди Холла знает каждый кто увлекается железом и тем более следит за миром пауэрлифтинга и стронгмен его 500 килограммов становой тяги он как раз говорит я представляю что я спасаю человека чтобы мобилизовать вот эту еще силу то есть ее вроде так вот нету но она есть и она есть совершенно в иных запасниках которым подход совершенно иной это не тренировки а тренировка по возможности раскрыть свой тот потенциал который у нас есть и вот что я скажу я не был достаточно силен чтобы поднять с пола 500 килограммов спустя полгода после чемпионата мира по тяге 2015 года максимум на что я был способен ну или максимум что я поднимал в зале это 457 килограмм и я все думал а как же я подниму больше если каждый раз когда я старался зайти за 460-470 килограммов но у меня просто сносило голову я не мог оторвать штангу от пола я включил в свою команду топовых ученых специалистов по анализу крови терапевтов медиков диетологов целая команда в общем и день за днем мы проводили в поиске способа поднять эти самые 500 килограммов и как-то ученые объяснили мне что обычный человек который каждый день водит детей в школу после на работу и в магазин и так далее обычно задействует только 50 процентов ресурсов своих мышц и даже мы с тобой хоть и тренируемся ну поскольку по 20 с лишним часов в неделю реализуем силу наших мышечных волокон в лучшем случае на 70 процентов но при этом известны истории когда люди попадали в автомобильные аварии буквально поднимали автомобили которыми придавило их детей они высвобождали все 100 процентов ресурса мышечных волокон и в такие моменты они могли оказаться сильнее нас с тобой и специалисты дали мне понять что только в рамках сценария уходишь или бьешься на все 100 мне реально поднять 500 килограммов и единственный способ вызвать эту волну адреналина это ввести себя в состояние схожая с форс-мажорной ситуацией я ведь не могу тебе сказать просто подними свой адреналин до максимума и потяни полтонны тебе потребуется человек который буквально приставит ствол к твоей голове и скажет подними этот вес или я убью тебя заходите ко мне на канал смотрите такие вот вещи я буду рассказывать о них благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про доброго здоровья и до новых встреч по моему автору до новых встреч